Если ты хочешь попробовать Warface или создать себе новый аккаунт, то регистрируй новую почту на Mail.ru и воспользуйся ссылками в описании. Оружие на выбор, платиновая коробка удачи, боевое снаряжение и пулемет М60 ждут тебя в одном из самых популярных шутеров современности. Добро пожаловать в Warface, братишка! Музыка Компания не так долго представляет. Тактика Галактика или типичный соло-РМ в Warface Рокутагин, признайся честно, тебя Мишаня Хеймзон открутил, чтобы тебе в основном Блицы попадались? Или как? Ты знаешь, мне кажется, да. Я столько уступал против Блицов, что, по-моему, меня специально подкрутили. У тебя, по-моему, каждая вторая катка стабильная это Блиц. Да. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мартин и Капитан Очевидность. Удачной охоты, сталкеры! Красавчик. Мы играем в Warface. Будем играть сегодня с Писосом. Соло-РМ. Это весело. Соло-РМ это всегда весело, но часто очень больно. Кроме этого, есть у меня для вас отличненький анекдот по нашей старой доброй традиции. Анекдот такой. Роза Израилевна, а не хотите сегодня вечером вместе поужинать? О, конечно, хочу, Яков Давыдович. Хорошо, тогда ровно в восемь у вас. Ха-ха-ха-ха, да! Красава, Яков Давыдович, Шарин. Молодец. О, Кутагин, я смотрю на этих пацанов, как они бегают, как они хорошо ориентируются. Походу, сейчас будут тактики галактики. Не, подожди, у нас только один на респе. Эти, видишь, выдвинулись. Выдвинулись. Хотя нет, вру, у нас два. Нет, один, все. Один еще присоединился. Нормально, пацаны тактикуют, правильно все делают. Пока что нормально, пока никаких претензий к этой команде нету. Все четко. Так. А, есть там, есть, есть. Ствол спалил. Так, готов. Нормально! С Писосиком сейчас пройдемся по противникам, посмотрим, на что он способен. Я уже говорил, что это очень и очень необычный ствол. У него есть свои такие, знаете, ну, странности, прямо скажем. Тихо. Ты давай, ты тоже наступай потихонечку, выходи там, стреляйся. Не медик уже плунты открывать, правильно? Эй, чё за нафиг? Блин, его масло-чизировали. Так. Надо бы... Ох, бля. Ну что, Рокутагин, поздравляю тебя, расклад офигенный. Пушка у тебя говно. Нормально. Они неопытные. Нормальные. Так что, давай, тащи как можешь. Давай, брат. В атаку, пожалуйста, иди ко мне. Ну, не тормози. Куда ты пошел? Какой подвал? Да жопа, блин. Мы все просрали, сука. Даблкил, детка. Крепись, рачишка. Есть время нагибать, а есть время нагибаться. Да, похоже, так и есть. Есть время нагибать, есть время нагибаться. Ничего не поделаешь. Ладно, со снайперюгой вверх пойдем. Может, он делов натворит. А я прикрою, если что. Вот тут частенько, как бы, опасные ежи рамбы, короче, атакуют. Я так же делаю, кстати. Я вам говорил, да, на этой карте рамбовая тактика. Но она чисто рамбовая, сразу говорю. Если вы будете против нормальной команды, то есть, вот, вас медик тут так и примет на лестнице. А если против вас нубито, то залетайте спокойно. Минус два сразу сделаете. Да. Так. Рокутаген в рамбах шарит, поверьте мне. Я в этом спец. Я в этом профи. Так. Во-во, давайте, пацаны, заходите. Вот проблема рандомных, и в том числе не только рандомных, но и слабых команд. Даже когда кланы играют, но слабые. Они, сука, не идут в атаку. У нас времени уже 40 секунд, пацаны. Штурмы должны открывать, но не медик же должен идти вперед. Во, молодец. Пошел, потихоньку, ножками, сука. Одного уже нашего нагнуло. Пацаны, надо вместе заходить со всех сторон. Да ёпая, СТ. Я спокоен. Давай, Алиса. О, смотри, Алиса в стороне чудес. Да вообще, ты что делаешь вообще? Мне кажется, она пацифистка. Нет. О, боже. Нет, она просто нуб, понимаешь? Она нуб, ребята, она не пацифист. Так глубоко ты давно не бывал, да? Да. 0,2, сука, сходу. Так давно я глубоко не бывал. В принципе, я неплохо играю, но это не показатель. Я вообще пришел сюда побеждать. Давай, давай, иди, иди, иди. Иди. Фунтик. Фунтик, сука. Нагибунтик. Что-то настроение сегодня веселое такое. Я не знаю почему. В Warface это всегда либо бомбит, либо наоборот вызывает массу положительных эмоций. А ведь за это мы и любим нашу игру. Главное прельс Warface. Ее плюс, скажем так. Она никогда не оставляет тебя равнодушным. То есть ты играешь, у тебя либо горит, либо ты радуешься жизни. Все. Варианта два. Третьего, в принципе, не дано. Бля, это я затупил. Это было очень глупо. Так не стоило, конечно, действовать. Хотя, в принципе, мы... А не пойди, можешь голосование начать. Да иди в жопу своим голосованием. Надо не голосование начать, надо начать молчать тебе. Понял? Преимущественно. Тогда нормально будет. Нет, не пойду. Они где-то сейчас сломают тут, да? Да, где-то здесь. Ага, все, понятно. Опаньки, вот так. Готово! Врываемся! Ой, молодцы, молодцы наши! Молодцы, молодцы! Ребята! Да мы затащим сейчас! Красавцы! Что за звук? Не понял. А что он там делает? Что делает противник? Он мину пытается пострелить! Хэтшот, бэйби! Югят, оу! Спочина, мрачина! Благодарю, наверное. Не, вот с такими противниками, да. Слушай, шансы появляются. Если все будут играть, как этот парень только что, он пытался в мину, по-моему, попасть, но не попал, то гляди-ка, мы так и затащим. Мы затащим, да. Правда, со счетом 1-3 это, конечно, сомнительно, но... Опа! Телепортик! Кстати, Ракутагин, по поводу телепортиков. Ты, кажется, в мейле был позавчера, да? Было такое, да, был. И что тебе там сказали, когда нам новую синкру подвезут? Ой, Кэп, я сейчас не могу, я, по-моему, к вечеру имею право говорить. Там пришлось подписывать. Короче, скоро завезут, Кэп, да, скоро. Когда не скажу... Ну, тебе ее хоть показали, эту синкру? На картинке, да? На картинке все было супер! Даблкил, дед! Ладно, давайте, пацаны, чуть-чуть, чуть-чуть дотащите. Самую вот малость. Пожалуйста, инженер. Нет, сука, так не стреля... Да. Я не могу вам сказать все подробности, но скоро скажу. Может, сегодня вечером уже видос можно будет сделать, я спрошу. Что касается новой синкры, ее подвезут достаточно скоро. Ребят, еще до Нового года. А точнее уже, ну, очень скоро прямо, я так намекну. Единственное, что мы... Кстати, очень скоро нам предоставят новую синкру. И мы сможем ее потестировать. Вот, сможем потестировать. Единственное, что меня напрягло во всей этой ситуации, это то, что Мишаня Хаймзон... Тихо. Мишаня Хаймзон, он так, знаете, сидел-сидел, и такой бац, ни с того ни с сего такую фразу обронил. Он говорит, я надеюсь, все будет работать. Офигенный бракит, Рокутаги, научишь потом. Да пошел в жопу, блин, нормальный бракит, но чуть-чуть не получилось, чуть не так такинул. Тихо. Да нет, Песос, давай, во. Отлично. Сука, промахнулся, чуть-чуть не довелся. Вот, и я говорю, единственное, что меня напрягло, это... Опа, Рокутаги, твоя команда стала стрелять. Да! Ты такой, ты везучий. Команда вообще молодцы. Мишаня меня напряг. Он такой, типа, все, короче, ребята, уже молодцы, короче, туда-сюда, все нормально. Назвал, когда примерно мы сможем все потестировать. Сегодня вечером, наверное, скажу. Вот так, мой сладкий. Вот. И... Все нормально, единственное, я говорю, что меня напрягло. Он такой, все это сказал, а потом как-то тише, как будто сам собой куда-то так вот в угол уставился. И такой, сам собой такой, говорит фразу такое. Я надеюсь, все будет хорошо работать. Меня это напрягло. Как бы не получилось так, что новая синхра, она будет еще, скажем так, в кавычках, более сочная, чем старая. Вот. Ну, конечно, нет, наверняка она будет лучше. Бля, кого я обманываю. Ну, ладно, суть не в этом. В общем, весело все идет, ребята. Все хорошо. Очень много нового интересного Мэйли узнал. Вот. Скоро смогу с вами поделиться. Там какая была ситуация? А я сказали, хотите узнать что-то новое об Оверфейс? Но вы сможете об этом рассказать попозже. Да? Вместе с нашими, так сказать, анонсами. Мы даем вам право. Единственное, вы, конечно, подписываете договор, что вы не разглашаете пока. Кутагин, Песос что-то правда себя как-то необычно показывает. Песос вообще нагиб. Я говорю, если он нестабильный. Он может, не знаю, бить на дистанции в прицеле, как в фостейче, а может, хрена узнаю, как дефолтный дробовик в упор ваншоты не давать. Это очень загадочный дробовик, ребята. Но у него потенциал есть. Реально. После доната это, наверное, чуть ли не самый лучший. Один из лучших точно дробовиков. После донатных таких нормальных топовых. Пацаны, ну это херовая идея. Инженер и снайпер. Ну что вы там вдвоем будете делать? Сейчас снайпера приц... Вы, кстати, все тайминги уже просрали. Сейчас там уже снайпер стоит в прицеле. Ждет вас. А вы еще и гранту поймали. А, ну все. До пацанов быстро дошло. Так. Все будет в порядке. Нормально. Со снайпером должен медик идти. Но это очень желательно. Очень желательно. Что туда шел именно медик со снайпером. Так. Вот, короче. Получаете инфу. Сможете сделать видео там раньше, может, чем многие другие. Но, соответственно, видео выкладывайте, когда как бы это. Ну все, когда мы новости опубликуем. Вот. Я такой, ну почему нет? Я от этого ничего не теряю. Пошел, Мэл сходил, с Мишаней пообщался давно. Я, честно, шел больше со знакомыми разрабами пообщаться с Мишаней. Там прикольно так душевно там все обсудить. Вот Мишань меня порадовал, говорит. Говорит, надеюсь, все будет работать. Да ладно, нормально все будет. Мишань, не переживай. Мы терпели эту синхру. Потерпим и новую. Да. Не стоит вообще огорчаться. Так. Это типичная Алиса. Что она там делает, думу, стоит? Она просто стоит. О, да. Рокутагин, ну зачем? Имей совесть. Да как мне? Я просто по приколу. Ну, это чисто, ну, для души, понимаешь? А ты знаешь, что ты долбоеб. Пошел в баню, слышь? Я подумаешь, большое дело минус взорвал. Я за вас, короче. Иди ты в баню, мэл. Я за них плентивлены хожу, расстреливаю. Ресаю вас всех. Я еще долбоеб. Нормальный парень, че вы? Я-то как раз молодец. Я пока особо не косячу в нашей команде. Кроме одного дебильного выхода на плент с моей стороны. Вот, видели? Да, фу-кил. А вот это видели? Вот это писос. То он, сука, не пойми, как дамажит, блин. Если честно, я тебе хотел одну вещь давно сказать. Да. Ну, как-то неудобно просто было. Да, че ты говори, ты же дрожен. Ты правда долбоеб? Ты че, сухая? Ты опух, да? Хотя, в принципе, ты знаешь, почему-то меня отсюда не бьет. Даже ты меня не бесишь. Че-то какой нереально позитивный день. Если ты меня не бесишь, Кэп, то день просто вот... Вот он просто, он вот лучший день в моей жизни. Хотя, в принципе, человек должен каждый день жить так, что у него лучший день в его жизни. Да. Рокутагин, ты, кстати, не думал первую лигу в соло взять? Ты хочешь, чтобы каждый день в моей жизни был самым не лучшим днем в моей жизни, да? Так, что ли? Не, ну это очень время затратное. Я хер его знаю. Я не знаю, сколько люди на это время тратят. Хотя есть какие-то, кто берет. Тихо. Даблкилл, детка. Я двоих знаю. Из Нагиба брал Арти. Из Пробро клана Инксим брал. Инксимка. Вот они точно брали. Я не знаю, сколько мне времени на это потратили. Особенно Инксимка, что он дядька-то взрослый, у него там работа, тудым-сюдым. Что делать? Ну, он в соло брал пару лигу, причем пару раз. Молодец. В общем, было весело. И, кстати, Рокутагин, жду от тебя информации секретной, которую ты в мейле получил. Да, есть такая. Секретная информация. Все будет, все будет. Настроение хорошее. В любом случае, леди и джентльмены, другие подруги. Если данное видео вам понравилось, ну вы поняли, да? Соло РМ это тактика галактика. Че люди делают? Куда ходят? Хер его знает вообще их логику, часто не поймешь. Но, в принципе, я не могу жаловаться на свою команду. Вначале плохо шли, а потом разошлись. Молодцы. И Фунтик молодец, который сказал, что я лобоёб. Ну, в принципе, все равно молодец. Вот. И Алиса молодец. Я не знаю, что она делала. Но она так прям вот поднимала настроение. Все молодцы. Музыка хорошая. Настроение отличное. Да. Песос тоже ничего. Нестабильный. Очень нестабильный дробовик. Но который почему-то иногда показывает просто, не знаю, результаты топового доната. Ноги. Да. Если данное видео вам понравилось по каким-то причинам, и вы ждёте вот моего мнения по новинкам, которые скоро будут, это пипец. Вы услышите вообще, короче, у вас. Я даже, я не знаю, разработчики, чё со чай у вас был? Я даже такого додуматься не мог. Но наши разработчики, они до этого дошли. В общем, ставьте лайки. По желанию. Терстям, как хотите. Яйки чешите. Это важно. Яйцо почесал, и у разработчиков будет чай рукутаги, как положено. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. И мы увидимся с вами.